Какая разница между монстерой манки и монстерой адансона? Очень часто монстеру манки называют монстеры обликва, но на самом деле обликва очень уродливое растение. Если вы погуглите, это совершенно другое. Какое отличие первое? У адансона более крупные листья. Даже малыши крупные. Вот можете увидеть примерно эти растения одного возраста, насколько различаются. Адансона любит куститься, выпускает новые росточки из земли. А если растет он в высоту, то он со временем, под тяжестью своих листьев, будет прирастать корнями к земле. В то же время манки очень любят залезать на тотем, на шкафы. И если оставить манки одну, смотрите, растет ввысь и ввысь. К сожалению, эта манка стояла у меня в ванной всю зиму, и листики начали мельчать. Как только я перенесла к окну, смотрите, насколько большая разница между листьями. Причем этот лист очень тяжело выпускала. Помимо этого, самое очевидное отличие у адансона – это листья. Очень продолговатые, длинные, рваные, перфорированные листья. Посмотрите. Больше похоже на спатифилу или колотею, нежели на манке, верно же? Монстеру. В то же время манки любят равномерно расти и со временем будет крупнеть и расти в ширину. Очень любят адансона корешки свои выпускать. Видите, здесь один корешок даже пророс через стакан. Я буду сегодня пересаживать и аж подсох. Очень любят корешки выпускать. В то время манки больше любят листьями радовать. Вот эту манки я укореняла, черенковала где-то месяц назад. За неделю выпустили первые корешки, черенки. И где-то за две недели я отрастила, пересадила вот за неделю, как вы видите, листочки. Адансона же очень тяжело выпускают листочки. Но вместе, конечно, это прямо джунгли. Они потом пустятся красиво все. Вот еще неукорененные череночки. Они только-только начали выпускать корешочки.